Ксенофонт – древнегреческий писатель и историк, авторству которого принадлежат несколько трудов. В них он собрал свои мысли и определил точку зрения относительно экономических, политических и философских вопросов. Литературный деятель также реализовался в качестве политика и полководца. Ксенофонт родился около 430 года до нашей эры в Афинах. Эксперты предполагают, что он происходил из состоятельной семьи, имевшей отношение к сословию всадников, детства и юношеские годы литератора прошли на фоне Пелопонезской войны. Этим обусловлено военное образование, которое получил молодой человек. С юных лет Ксенофонт был последователем Сократа, что отчасти повлияло на сложившееся мировоззрение автора. Афины проиграли в войне, и антидемократические настроения, взявшие верх на территории Родины, подтолкнули Ксенофонта к отъезду. Он присоединился к экспедиции Кира. Впоследствии полководец руководил арьергардом в ходе отступления греков. Вместе с союзниками мужчина прошел Вавилон, участвовал в битве при Кунаксе, побывал в Армении и Византии, Фракии и Пергаме. В Месопотамии герой встал во главе греческого войска и во Фракии был главнокомандующим. В Афинах мужчину осудили за государственную измену как сподвижника спартанцев. Ксенофонт объединился с правителем Спарты Агеселаем, служа под его покровительством. Некоторое время военачальник провел в подаренном имении рядом с городом Скилунта, где занимался литературной деятельностью до войны с фиванциами. Битва при Левктрах повергла его в бегство и заставила перебраться в Каринф. К тому моменту, когда на родине отменили приговор об изгнании политика, он мог вернуться в Афины, но биография ксенофонта вскоре оборвалась. Причиной смерти военачальника стал преклонный возраст. О личной жизни полководца информации нет. Произведения автора сохранились в хорошем состоянии и дошли до наших дней. Историки разделяют сочинения литератора на направления сократические сочинения, к которым относятся меморабелей, апология Сократа, пир и домострой, историко-политический роман «Керапедия» и рукописи «Анабасис» и «Греческая история». Также отдельно отмечают произведения о Гесилай, государство Лакедемонен, Геерон, о верховой езде и другие труды. Жизненная философия и мировоззрение писателя четко просматриваются в сочинениях. Будучи защитником афинского народа, он выступал против демократии. Ксенофонт восхищался спартанским воспитанием, ставя его в пример афинянам. Свои мысли автор зачастую излагал от третьего лица, документируя их в своеобразных беседах, участником которых выступал Сократ. Основополагающими категориями ксенофонт считал воспитание характера и постоянное обучение. Он проповедовал необходимость умения вести хозяйство и наличие военных навыков. Литературный деятель считал труд необходимостью, которая развивает физическую выносливость. В произведениях автора просматривается открытая симпатия к людям среднего сословия, которые становятся основой государства. К тем, кто не кичится достатком и способен к труду на благо Родины. Подкреплением точки зрения ксенофонта по вопросу хозяйственного устройства, рабовладельческого строя, взаимоотношений между членами семьи стало сочинение домострой. Это квинтэссенция философии аристократических слоев общества. Наставнический характер произведения по замыслу автора предполагает, что его последователи будут ориентироваться на данные рекомендации в воспитании характера и устройства повседневной жизни. Государственную программу и политические взгляды ксенофонт изложил в сочинении меморабелей. В нем нет восхваления персов и спартанцев, но литератор вновь представляет собственные взгляды, публикуя их под именем Сократа. Этот труд представляет собой ряд бесед, в которых освещается позиция политика. В Керапедии сочинитель раскрывает управленческие идеи, признавая влияние экономических факторов на жизнь социума. Произведения с повествовательной тональностью являются примером билетристики, аналогу которому в те времена не находилось. Затрагивая вопросы философии и морали, литератор высказывается о храбрости, верности, любви, совмещая рассуждения с практическим информированием читателя о военной тактике, видах снаряжения и об общей подготовке служащих. Исторические произведения «Анабасис» и греческая история считаются достоверными первоисточниками и представляют собой литературную ценность. «Анабасис» включил в себя семь книг. Предполагается, что публикация труда произошла анонимно, так как в греческой истории автор признавался говорить подробно о походе Кира он не намерен. Помимо произведений крупной формы, писатель высказывал взгляды в небольших сочинениях политической и военной тематики. К ним относятся Агесилай, Гейеран и государство Лакедемонин. Эти творения подтверждают антидемократическую позицию литератора, восхваляют конкретных персонажей, преувеличивая их качество и приукрашая действительность. Выступая в противовес Агесилаю, образ Гейерана оказывается отрицательным. На этом примере Ксенофонт описывает положительные и отрицательные качества правителя. Государству Лакедемонин беседа о законах и решениях, которые переживают человека, утвердившего их. Здесь много говорится о спартанской системе. Недостатком сочинения стал узкий политический и исторический кругозор Ксенофонта. Он заблуждался, думая, что любое государство вне зависимости от масштабов способно функционировать по примеру Спарты. Историкам сложно предположить даты создания произведений автором, но считается, что у него были наработки, на основе которых автор писал свои сочинения. К числу таких записей относятся воспоминания о Сократе. Произведения литературного деятеля отличаются продуманностью и цельностью. Язык автора прост и понятен, его лаконичность выглядит эстетично. Риторическая техника с применением анафоры, антитезы и сравнений характерна для каждого из трудов.